Друзья, всем привет! Сегодня я хотел поговорить с вами о том, какие акции можно покупать в целях хорошего роста в 2020 году. Я буду анализировать динамику движения акций по моему портфелю, поэтому другие какие-то инструменты я мониторить не буду. Но в целом пройдемся по тем акциям, на которые следует обратить внимание в целях покупки в 2020 году, для того, чтобы получить какой-то спекулятивный рост по указанным бумагам. Итак, первая акция – Ауроса. Ауроса, она находится в нижней границе диапазона. На данный момент там был сформирован паттерн пробойный, поэтому я эту акцию проанализирую в отдельном видео, которое будет выложено позже. Но при этом первая акция в нашем топ-листе – это Ауроса. Башнефть. Башнефть находится в верхних границах своего ценового диапазона, поэтому если ее и покупать, то только в случае пробоя перехая вот этого диапазона. Но на данный момент я ее как лидера моего портфеля не рассматриваю, только удерживаю в целях получения высоких дивидендов. Далее, АФК-система, она у нас падала очень долго, с конца 2016 года, весь 2018 год. В 2019 году началось восходящее движение, я думаю, это движение в 2020 году продолжится. Но покупать эти акции именно с этих уровней, возможно, нецелесообразно, то есть нужно дождаться каких-то коррекционных движений. Проанализируем в отдельном видео также. А так эта акция тоже интересна. Аэрофлот. Тоже также находится в нижних границах ценового диапазона, тоже будем ее мониторить в отдельном видео, анализировать. А так тоже, возможно, она порастет. Итак, Ауроса, АФК-система, Аэрофлот. ВТБ. Также интересна для анализа, будем смотреть, Газпром. Газпром для набора позиций с данных уровней неинтересна. У меня она есть, я ее брал с нижних границ, то есть от уровня 117 примерно и там далее. Поэтому у меня уровень покупок находится ниже. Если я ее и буду набирать, то только при какой-то более глубокой коррекции. Газпром нефть. Также она пока продолжает восходящее движение. И для набора, для старта, ну, наверное, эти уровни неинтересны. То есть нужно ждать каких-то более глубоких откатов. Группа ЛСР. Тоже в верхней границе ценового диапазона. Рассматривать как лидера моего портфеля я ее не буду. Интеррау. Тоже растущая бумага. Рассматривать как топчик тоже нет смысла. Только набирать на глубокие коррекции. Казань Орксинтез. Прев. Тоже бумага интересная. Только для долгосрочного удержания. Но получить какой-то мгновенный бурный рост по этой бумаге с этих уровней я не вижу перспектив. Магнит. Магнит очень интересная бумага для 2020 года. Потому что очень длительное время она падала. В 2019 году интерес к этой бумаге проявил банк ВТБ. Поэтому, учитывая, что в данной компании сегодня принимает участие ВТБ, есть смысл рассматривать эту бумагу. Будет проведен дополнительный анализ в отдельном видео. А так, топчик нужно смотреть. Магнит для покупок. МГТС. Бумага растет, поэтому для набора с текущих уровней неинтересно. Только на коррекции. Мечил. Мечил интересная бумага, но не для больших объемов. То есть, на какой-то минимальный процент в портфеле ее набирать есть смысл. То есть, также она может показать неплохую динамику для восходящего движения. Магнитогорский металлургический комбинат. Эту бумагу я также отмечаю для своего чек-листа. Почему? Потому что там по системе был сформирован пробойный паттерн. Я проведу отдельный анализ. Но эту бумагу тоже берем на заметку. Московская биржа. Пока в 2020 году для покупок с этих уровней неинтересно. Мостотрест. Мостотрест тоже буду смотреть, потому что там был сформирован паттерн. В конце 2019 года. Пробили сопротивление. Прошла консолидация. После этого прошла первая волна роста. На данный момент идет коррекция. И я думаю, эта коррекция будет иметь продолжение на восходящее движение. Мостотрест включаем в наш лист. И будем проводить анализ дополнительно. Мосэнерго. Мосэнерго пока не очень интересно. МРСК Волги у себя отметил, потому что там тоже был сформирован паттерн. Поэтому тоже берем на заметку. Будем проводить анализы. Эту бумагу. Есть смысл следить за ней и, возможно, с текущих уровней набирать для долгосрочного удержания. В целях получения как спекулятивной прибыли, так и высоких дивидендов. МРСК Центр. Также интересная бумажка, потому что после глубокого нисходящего движения в конце 2019 года эта бумага показала пробоенный паттерн. И, соответственно, я буду проводить отдельный анализ. Также берем на заметочку. МТС. МТС пока неинтересно. Нижнекамск, Нефтехим тоже неинтересно, потому что просто находятся в восходящем тренде. НЛМК. НЛМК я посмотрю, потому что там тоже был сформирован паттерн. Пробивали, тестировали сопротивление. Тоже буду проводить анализ. И считаю, что эта бумага в этом году может показать какое-то интересное движение. НЛМТП. Эта бумага пока для просмотрения в целях покупок с этих уровней неинтересна. Просто удержание. Распадская. Посмотрим, но пока там паттерн пробоенный не сформирован, возможно, будет ещё ниже бумага. Россети. Россети уже поросли, поэтому рассматривать с этих уровней на покупку не буду. Только добор к существующим позициям на какой-то более глубокой коррекции. Ростелекомпрев. Тоже растёт для набора с этих уровней неинтересно. Росгидра. Росгидра в 2019 году пробили. Сопротивления отконсолидировались и совершили уже первую волну роста. На данном моменте с этих уровней интересна покупка только в случае какой-то коррекции. Сбербанк-Прев растёт. Неинтересно. Северсталь. Северсталь я для себя тоже отмечаю, потому что там тоже был пробой уровня сопротивления. Идёт консолидация небольшая. Эта акция в этом году может порасти. Но в целом у нас металлурги в этом году интересны для анализа и набора в портфель, потому что у металлургов, у большинства, есть потенциал к росту в этом году. Селегдар. Эта бумага интересна только на случай, если будет какая-то глубокая коррекция в моменте. То есть её интересно подбирать именно на вот этих прострелах вниз. А так бумага стабильная, просто тупо она топчется в основном постоянно на месте. И в результате вот этих глубоких прострелов вниз в моменте можно подбирать для долгосрочного удержания. Сургутнефтегаз пока неинтересна, потому что там она остановилась прямо на уровне поддержки. И нужно наблюдать. Если сломают этот уровень поддержки, то акция, возможно, будет консолидироваться, и цена пойдёт к нисходящим уровням. К нижним уровням вот этого ценового диапазона. Сюда примерно. То есть куда-то сюда. Татнефть неинтересна, потому что растёт. ТМК интересно. Потому что ТМК тоже после нисходящего движения был сформирован паттерн пробойный. Также я в отдельном видео расскажу, почему я считаю, что эта бумага имеет перспективу для роста. ФСК и ЕС уже поросли. Поэтому именно для набора с этих уровней неинтересно. И на УРОС интересно. Тоже там был сформирован паттерн. В отдельном видео я расскажу. Яндекс неинтересно, потому что уже растёт. Итак, в отдельном видео я проведу анализ по УРОСа, АФК-система, Аэрофлот, Банк ВТБ, Магнит, Мечил, Магнитогорский металлургический комбинат, Мостотрест, МРСК Волги, МРСК Центра. Возможно, МРСК Центра Приволжья, НЛМК, Северсталь, ТМК и НЛРОС. Всё, примерно топчик из вот этих 10 бумаг я разберу. Ждите отдельное видео, подписывайтесь на мой канал, следите за новостями. Ну, где-то, наверное, ко вторнику, либо завтра, в понедельник, к вечеру я выложу вот этот анализ по бумагам, которые могут стать лидерами моего портфеля в 2020 году в результате именно вот этого спекулятивного выноса вверх. Всем пока, до новых встреч, удачных инвестиций. Субтитры сделал DimaTorzok